Судно двигается. Посмотрите, сколько людей. Лучшие кадры в моей жизни. О, красава, красава просто! От души! Ребят, мне поступил инсайт, прям вот, в чем был, стоп вздобный сорвался. Короче, началась спасательная операция. Сегодня на календаре у нас 22 декабря, 2 часа дня. Мне сообщили, мы через 20 минут будем отходить. Я как бешеный, прилетел, прибежал, добрался до Дюды и смотрите, что здесь происходит. Надеюсь, вы оцените лайком то, что я для вас сделал, потому что я знаю, что многим интересно. И подпишитесь на канал, сделайте репост своим друзьям, товарищам. А если это сейчас получится у них, при том, что команда на корабле готова отходить, как они сообщили, уже там заработал движок, гудит корабль. Я так понимаю, что там и винт, может быть, очистили, если ему что-то мешало. И сейчас они будут пытаться это сделать. Давайте покажу, как это будет произойти. Я в восторге просто, я переживал, что можем не увидеть. И мы можем сейчас с вами все вместе обломаться, потому что мы думали, что не получится. И все так говорили, что нет, не получится, это невозможно, его надо разгружать, копать там. Если сейчас с буксирами сдернут, я просто буду в шоке. Пляж Витязела. У нас какие-то машины стоят, люди на берегу делают последние фотографии. Они даже не знают, что сейчас оно может уйти. И само судно, сухогруз, оно уже стоять должно под парами. Ну, дым не вижу, но я слышу, как работают дизеля. Канат мы видим с вами один натянут в бок и один натянут туда прямо. Вот который прямо, это вот на вот это судно, тягач, буксирчик. И второе на спасательное судно идет, то есть к нему подходит. Еще операцию не начали. Я рад, что мы успели. И смотрите, дальше стоит еще один буксир, который я так же понимаю, что готов тянуть. Три буксира, они сейчас будут пытаться сделать то, что мы считали невозможным. И если это действительно получится, ну, это будет реальный просто шок-контент. Я, по крайней мере, в это не верю. Такую махину сдвинуть, и все, с кем я только не разговаривал, говорят, ну, буксирами это невозможно. Те, кто смотрели прошлое видео, насколько огромное это судно, оценили масштаб. Те написали, да это вообще нереально и невозможно. Ну вот, ребят, что происходит. Я так понимаю, что судно обследовали, и сейчас будет уже начинаться эта специальная операция по спасению сухогруза. Сейчас стоит ветер в том, что он должен усиливаться. Если у них сегодня это не получится, то в ближайшее время, возможно, они и не смогут реализовать свой проект. Потому что придут серьезные шторма. В шторм, ну, этим судам будет очень тяжело это делать. Ну, ждем, смотрим. Я в восторге просто. Мои инсайдеры вышли попрощаться, ребята. Тоже, они прям готовы отходить. И я, дай бог, желаю, чтобы у них все сейчас получилось. Попросил помахать рукой. Если у них получится, будет прям прикольно. Сейчас получили сообщение. О, красава, красава просто от души. Вот так вот, ребята. Как говорится, интернациональная движуха. Как вам? Вот этот я в момент тоже заснял. Дружите с людьми, они все офигенные. Я тоже почти моряк. Путаю корабль с сухогрузом. Но люблю море, катаю на кайте. И вокруг них я был везде, как говорится. От души просто. Вот это гореет душу, сердце. Я хочу, чтобы, ребят, все получилось. Можно вглядываться в их лица, когда мы установили контакт. Так сказать, при помощи семафоров и всего остального. Ребятам желать доброго пути. Дай бог, чтобы вот оно отошло. Представьте, какие не толкластые. Не хотели они у нас здесь пришфартоваться. Но мы ждем команду начала этой экспедиции. И надеюсь, что все получится. Они ждут какое-то небольшое усиление ветра. Потому что вот сейчас фронт вот этот уйдет. Который на Донна пойдет. И они начнут движение. Потому что мне говорили, что полчаса было времени, когда мне написали. И я вот успел на последних, как говорится, моментах приехать заснять это все. Для меня то, что я снял сейчас, как нам, из другой страны, другой религии, другим языком. Человек стоит, машет рукой. Просто это с другого государства даже получается. Это лучшие кадры в моей жизни. Я ничего круче не снимал, мне кажется. Я, да и кажется, я уверен в этом. Потому что я проплывал такой позитив. Это так невероятно, ребята. Это такая фантастика. От души желаю, чтобы они ушли. Вот как только что общался с Александром, он говорит, блин, ну, ребята-то ни в чем не виноваты. Говорит, никому такого не пожелаю, чтобы где-то остаться в подвешенном состоянии. Не пойми что, не пойми как. Там застрять возле берега. Смотреть на берег, как на тебя, как на обезьянку. Приходят, смотрят люди. Непонятно, что будет дальше. Вот дай бог, чтобы ребята вернулись домой. И у них все это получилось. Мы ждем, ждем этот момент, когда начнется уже попытка хотя бы, дай бог, чтобы она уменьшалась успехом, сдергивание с мели этого корабля. Наверное, больше всего ждет, конечно, этого команда. Один остался, видите. Остальные все пошли, наверное, на корму смотреть, что там происходит. Ждал, что они запустят свой двигатель и будет винт работать. По-моему, в том что-то происходит сбоку. Наверное, поменять надо место. Я просто боюсь, что поменяю дислокацию и потом оттуда уже не увижу, как будет происходить это все. Снизу выглядит все совершенно по-другому. Распускаешься с дюн. Сейчас посмотрим поближе, как там. Выдет звать его капитан корабля. И нам машут рукой. Давай, давай. Они говорят, да, машут. Снимайте, девочки, пока мне машут. Вот так, огонь. Отдушу. Хочу, вот снимай маму. А, хорошо. Я хочу все-таки обойти корабль. Посмотрите, что с той стороны происходит. Включился двигатель. Мне написали, что все, началось. Просто до мурашек. Видите, ребята, пошли по своим делам. Если получится, вам еще вставлю видео, как он нас видел оттуда, с корабля. И потихонечку сейчас будут натягивать канаты и пытаться его сдвинуть. Это может быть супер крутое зрелище, которое только вы себе могли представить. Началось движение. По крайней мере, тот, который назад идет, он начал работать. Двигатель. У него какой-то вообще маленький трос. Здесь мы никакого движения не наблюдаем. Ничего не происходит. Смогут или нет. Это триллер снивают. Этот корабль, столько уже видео вышло. Чем дальше, тем круче. Тут один буксир. Я если верил, то верил. Конечно, что может вот это такое побольше. Все равно как-то размеры кораблей говорят о том, что не должно это получиться. Мне очень хочется, чтобы ребята ушли домой. Поэтому мы держим за ней кулачки. Смотрите, как задымил. Сейчас и все происходит. Кадры просто пушка. Он дымит. Уже так ни разу, по-моему, дыма от него не было. Ну, давай, 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 давай. Ты сможешь. Мы в тебя верим. Я понял. Он, получается, в эту сторону его, на всякий случай, а тот в тут. И, возможно, они его раскачивают. Сам корабль. С раскачки именно получилось выскочить. Ну, нет, пока бинт, по-моему, стоит, не движется. Привод еще не подключен. Но коптить просто можно задохнуться. Это махина. Все это происходит именно на пляже Кивитезева, ребята. Посмотрите, сколько людей пришли с ним попросятся. Сюда открывается лучший вид. Видим, что винт не работает. Видим, что тросы еще не сильно натянуты. Этот буксир вообще туда-сюда пока входит. Наверное, его устанавливают на нужное место. Тот тоже запыхтел. Можно сейчас именно тот момент и будет. Верим в чудеса. Дай Бог. Хочется обратить внимание на то, сколько мусора выкинуло турецкого на берег. Прям жуткая картинка. При этом буквально позавчера проходили все пляжи. Ребята убирали, наводили порядки. Должно было быть все хорошо. Так, у нас пока без изменений винт не работает. Корабли пока вроде по местам, но застыли. Ребятки, смотрите. Вот сейчас судно стоит четко в створе по мачтам. Это для глаза вообще в принципе не видно, что изменяется и что происходит. Но тут с Александром познакомился на берегу. Он следит за перемещением. Прошлым сам моряк занимался спасением судов. И вот где-то за полтора часа, вот он сейчас вот сюда показывает. А показывал изначально вот сюда. То есть у них, прикиньте, получается. То есть мы не видим, что происходит, как двигается судно. Но они его уже разворачивают кормой. Получается, вот так в ту сторону оно уходит. То есть оно изначально, вот видите, насколько теперь не попадает по вот этой отметке. Потом вот он вторую отметку ставил. И в итоге сейчас, пока с ним разговаривали, стояли, аж вот дотуда ушло. То есть судно двигается. Есть шанс увидеть то, как оно сегодня отправится в Освоясе. Вот это огонь. Так, хочу вам показать, как газует то судно. Уже стоим задыхаемся от его копоти. То есть работа идет. Ее вот, честно, не сильно видно. Но она происходит. То есть если бы не метки, мы бы, наверное, даже не заметили, как судно поворачивается. Людей, кстати, собирается нас даже тоже много. Здрасте, наши люди. Аккуратнее всех приветствуем. Сейчас уже вот та метка. Где-то минут 10 прошло. И вот вторая метка. И постепенно, нет-нет, появляется тот корабль, судно, которое тоже его тащит. Работают буксиры. Дай бог, как говорится, отправим. Ребята только что написали, что они тоже ждут, как и я, чтобы их уже сдернули. My friend, tell me. О том, что они потихонечку выходят. И действительно, если бы вот метки не ставили, можно было бы даже не заметить. Ну, стоит себе оно и стоит. То есть процесс идет. Что он говорит? Когда они чуть-чуть отойдут, то включится спасательное освещение судна, прибавится скорость, и они ускорятся. То есть потихонечку, чтобы... Как он тоже написал, что это очень сложная спасательная операция, и она очень опасная. Поэтому они все делают максимально медленно. То есть получается, у этих судов хватает дури для того, чтобы двигать его по песку. Прикиньте, а мы с вами не верили. То есть, возможно, сегодня оно покинет наши берега. Возможно, там, в течение трех дней. Не знаю, там, может быть, быстрее. В общем, мы ждем. Но он говорит, что мы выходим. То есть это самое главное, что мне сказали. Мне почему-то кажется, что корабль ускорил свой ход. Появился дым сзади. Ну, вот я не вижу, чтобы он, конечно, назад отходил. Но разворот его пошел быстрее. Я только что для телеграмма, на который призывался подписаться, Мариос снимал вот последнюю меточку. Это было, ну, минут пять назад. То есть раньше он там за 10 сантиметров на 20 двигался. Смотрите, мы сейчас поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем. То есть вот он гораздо больше подвинулся за это время. Надо посмотреть, может быть, он уже даже свой винт запустит. Шторм тем временем усиливается и становится очень холодно. Я уже часто тут замерз. Руки прям окалели. Хорошо, что есть с собой перчаточки. Ну, в общем, мы следим за ситуацией, что будет происходить. Кораблонник опять задымил. Хотя перед этим он движки выключал. Это очень интересно наблюдать. Но долго, нудно и холодно. Но опасная операция, что делать. Порадовало, что с Александром пообщался. Он мне много чего интересного рассказал. И порадовало, что он мне сказал, что может так долго продолжаться эта операция. Там до нескольких дней. Никто не верит. Я сейчас читаю комментарии под видео, которое сегодня вышло о том, что провал был в первой попытке. Все считают, что возможности спасения этого судна никакого нет. Слушайте, по ходу или мне кажется, конечно, может быть, там включился даже задний ход. Или это так свет попадает на воду. Самое важное, что судно двигается. То есть они его раскачивают, но поворачивается. Это значит, что шансы все-таки вытащить его отсюда очень большие. Потому что все мы думали, что даже с места сдвинуть не удастся. Тем более, если ночью придет большой шторм, большая вода, то судно уйдет 100%. Сказать, что оно отошло от берега, я, конечно, не могу. Хотя, по ощущениям, может быть, даже чуть-чуть дальше стало действительно. Давайте посмотрим, что там с винтом. Ну вот, торчит, но не крутится. В общем, операция идет, ребята. Начинается дождь. Я замерзаю. Здесь прям нереально холодно. Это меня печалит больше всего. То есть сухогруз раскачали, уже развернули. Очень прилично. Я так понимаю, что они сейчас дождутся усиления шторма. И будут более быстро его двигать. Я думаю, может, приехать под утро. Либо ночью еще раз заехать. Но что-то здесь именно мне как-то холодно. Потому что очень медленно сейчас идет продвижение. Но, посмотрите, как сильно его за это время развернуло. То есть вот эти у нас тягачи, буксиры работают. То есть изначально метко стоял так. И он носом стоял вот сюда. То есть вот по вот этим мачтам была выстроена линия. Потом вот за время где-то в 4 часа, которое тут прошло на пляже, судно поворачивалось, 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 поворачивалось. Вот видите, они выравниваются, выравниваются мачты. То есть вот, ну, мне глазами просто, наверное, лучше видно. Вот примерно сейчас отметка. То есть я вот эту ставил, она где-то уже вот здесь. Единственное, что становится как-то холодно. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Лариса. Лариса, вы у нас местный житель или приехали к нам? Местный житель. Как вы относитесь к тому, что судно отплывает? О, ну, конечно, жалко. Думали, что у нас будет достопримечательность своя в Анапе. Но, к сожалению, корабль поедет домой. Вот так вот. Добрый путь ему пожелаем. Добрый путь. Спасибо большое. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Владислав. Владислав, вы у нас откуда? Анапа. Тоже местные жители. Вы как относитесь к тому, что судно у нас уходит? Ну, прекрасный судно. Но всего хорошего понемногу. Все хорошее должно закончиться. Вы успели сделать фотографию? Конечно. Ну, это самое главное. Спасибо большое. Пожелаем судно удачи. Спасибо. Ночь. Картинка как бы уже плохая, ребятки. Ничего особо не видно. Но корабль развернули. Он сюда носом стоял с армией. И вот сюда ощущается, это очень хорошо. Ну, очень жалко, конечно, что, получается, операция попадает на ночное время. И, ну, вот последние кадры, которые я вам снимаю, такие более-менее, да, нормально видны. Поэтому придется ее покидать. Кулу, возможно, мне сообщат, как она будет уже уходить. И получится подъехать, нам сказать, заснять последний кадр. Но лучше, чтобы это происходило завтра с утра. Потому что хотелось бы, как минимум, этот момент увидеть. Но мы видим, что работают. Судно двигается. А это самое главное. И я рад, что у нас есть такие кадры, как ребята, машущие нам на прощание. Такого точно никто вам не снимет. С вами был Юрий Азаровский. Специально для моих любимых зрителей. Спасибо, кто смотрит. Спасибо всем тем, кто подписывается на канал. Всех люблю, целую и обнимаю. Ребята, 11 часов ночи. И на берегу больше никаких голубых акул, видите, его нету. Вот она стоит. И стоит флот, ребята, вообще капитальные красавцы. Сейчас попробую вам поближе сделать. Они сделали то, во что не верил никто. И я сейчас счастлив за команду корабля. Мне там ребята пишут, смайлики присылают. Они просто нереально счастливы, что все получилось. И смогли достать. Никто не верил. Я не верил. Вы не верили. В комментариях писали бывалые моряки, что не получится. А, одни смогли. Два тягача, которые вырвали из плена Витязевских пляжей голубую акулу. Это реально, ребят, просто какая-то фантастика. Вот она стоит там вдалеке. Эх, конечно, жалко, что у нас нету света. То было бы получше видно. Но пришел шторм. Я думаю, что он помог как раз-таки голубой акуле выйти уже в море. Это просто фантастика. Она поспит. А мы можем наблюдать и наблюдать саму акулу. Я очень-очень счастлив. Все-таки не выдержал. Подошел еще поближе к берегу, чтобы пробовать разглядеть получше. Ну, не хватает в камере возможностей таких. Ну, как есть, так есть, ребятки. Теперь это такие вот огоньки. Эх, какая красота. Как я реально счастлив за тех людей, которые на борту. Всех судов. Они сегодня сделали большую работу. Сделали то, во что никто не верил. Это невероятно круто. Но мне, честно, до сих пор не верится. Я очень сомневался. Хотя видел сегодня, что его уже ворочали. И я счастлив. Слава тебе, Господи, что все хорошо заканчивается. Дай Бог, чтобы не было на суде никаких повреждений. И, ребята, дальше продолжили свой путь, свою нелегкую работу. Чтобы у них все было хорошо. От души. От души.